Неоднократно мы просили товарищей, тавычках, товарищей, яблочников, выйти из Вениска, хотя бы так, чтобы они не хотят. И вот посмотрите, к чему это привело наши просьбы. Ни одного из них здесь нет. То есть смотреть нам в глаза, народу, они уже стыдятся. Я считаю, это уже положительный момент. Боятся, стыдятся, по крайней мере, какой-то результат есть. Второй момент. Их многочисленность якобы, которую они показывают якобы на митингах, говорит о чем? О том, что со всей страны они собирают в Москву своих членов, со всей страны, потому что здесь никого нету. В Ижевске никого, в Омске никого, во Владивостоке никого, в Ростове тоже. Все собрались в Москве, чтобы 13 января выйти, как они назвали, в марш под лицом. По Фрейсу, когда они с ребятам демократов. Потому что они чуют, знают и понимают, несмотря ни на что, что они власовцы. А им все-таки, видимо, остатки совести остались. Все-таки, как сказал Марат Сарик, недовольно давно это была старейшая либерально-демократическая партия. В Газаре, так сказать, политическая жизнь. Я тогда, конечно, успокаиваю вас, в будущем, но и возможности, а не перейдет на сторону нормального. Такие факты уже есть, ходят за отряд в октябре. Мы возвращаемся к теме, товарища Газаря. Его побег говорит о том, что Ростол встанет, так сказать, этого комитета. Он же еще и член координационного комитета соединенной оппозиции. Не стали его поддерживать. Убежал. Я думаю, все остальные побегут так же. Потому что места им там, наверное, уже приготовлены. Тепли. За их предательскую сущность и работу против России. Игорь, разрешите предоставить слово следующему выступающему? Товарищи, мы не позволим партии Яблоко вернуть нашу Россию в хаос. Мы это уже прошли. Что получается? Наш фонд создан для того, чтобы помогать малообеспеченным гражданам, семьям с многодетным. Эти вот, можно сказать, члены партии ночью пришли к нашему офису и подожгли двери. Как шакалы пришли. Что можно от них ожидать? Подожгли двери. Это значит, что они замахнулись на нас с вами. На нас, отцов и матерей своих. Мы их выкормили. Дали им образование. И они сейчас поднимают протестацию всем. Вот эти собаки подожгли нам дверь? Да, подожгли две офисы. Мы помним в 90-е годы, что было в 90-х годах. Нам не платили ни пенсию. Хаос был то же самое. Это горе руководителей тех времен. Давили Россию до того, чтобы Россия встала на колени. С нами никто не считался. Армию развалили. Вот такое хозяйство досталось нашему Путину. Путин поднял Россию. Поднял Россию с колен. Сейчас с нами считаются. Наши корабли в океанах ходят. Учения проходят. Мы пенсию получаем сейчас. Пенсию повышают. Сейчас открываются заводы, фабрики. А в 90-х годах что-то горе строители. Значит, перестройку затеяли. Вырубили все виноградники. Сельское хозяйство развалили. Ничего не было. Я призываю всех поддержать Путина. Путин наш. Никто бы не взялся за это дело. И нет никакой альтернативы. Путин. Только Путин может поднять Россию и удержать ее. А я еще хочу спросить у вас. Нужна нам такая партия яблоко, которая тянет назад? За Путина. За Путина. Следующие, товарищи, поступающие, пожалуйста, пройдите.